И снова всем здравствуйте! Скорее, мои дорогие, скорее! Нельзя терять ни секунды! Нас ждет удивительнейшая из наук биология. Сегодня мы с вами узнаем много нового, оказалось бы, хорошо знакомых нам животных и растений. Знаете, почему я так в этом уверена? Потому что на мой электронный адрес пришло много писем, и чувство одно интереснее другого. Итак, начинаем! Очень интересное письмо прислала в нашу академию Алена Воснецова из Новодвинска. Дорогая Анна Семеновна, нам на уроке рассказали, что животные обладают различными приспособлениями. Мне хотелось бы подробнее узнать о них. Дорогая моя Алена, давай разберемся, что такое приспособление у животных. Это такие уловки в поведении или особенности организма, которые им помогают в борьбе за существование, то есть в сохранении своей жизни. И это действительно интересно. Предлагаю внимательно изучить одну удивительную птицу. Наверняка, Алена, ты не раз бывала в лесу и слышала, как по нему разносится бодрая барабанная дробь. Но, естественно, никаких барабанщиков в лесу нет, а есть дятел, который долбит клювом древесную кору, добираясь до различных жучков, червячков. А теперь, друг мой, представь, что ты птица-дятел и день-деньской барабанишь по дереву. Уверяю тебя, от таких упражнений твоя голова просто бы раскалывалась. А дятлу хоть бы что? Никакой головной боли. Почему? Да потому что у него есть встроенный амортизатор, губчатая костная ткань, расположенная за клювом. Она-то и гасит силу ударов. Мало того, дятел может долбить дерево и одновременно поедать обнаруженных в коре насекомых. В отличие от нас, людей, язык у дятла находится не во рту, а в правой ноздре. А левая служит дятлу для дыхания. Так что вот каким интересным приспособлением обладает вот эта птица. Язык, подхватывая пищу и через правую ноздрю, доставляет ее в глотку дятла. Но и это еще не все. Дятел приспособился вытаскивать жучков из-под коры с помощью языка. О, это совершенно особый язык. На его кончике расположены загнутые назад колючки, которые как вилкой цепляют жучков. Поверхность языка покрыта липкой слюной, которой крепко приклеиваются жуки, не попавшие на крючок. Друг мой, Алена, только представь, каким великолепным набором приспособлений обладает обычный дятел. А теперь подумай, от какого огромного количества вредителей он избавляет деревья. Не зря эту птицу называют лесным доктором. Кстати, численность дятлов – своеобразный показатель здоровья леса. Чем больше в лесу насекомых вредителей, тем больше в лесу дятлов. Ну, Алена, думаю, что на твой вопрос я ответила достаточно полно. Теперь и ты знаешь, какие необычные приспособления есть у некоторых животных. Ну, а теперь нас ждет новый вопрос. И прислал его Вася Селиванов из Камышина. Итак, Анна Семеновна, бабушка купила мне финики. Они очень вкусные. Интересно, где они растут? Я и вам послал финики. Угощайтесь, пожалуйста. А где она? Я же видела ее пять минут назад. А, вот она. Вот она, бандероль из Камышина. А вот и финики. Угощаться не будем. Лучше внимательно его исследуем. Так, плод продолговатый. Угу. Глянцевая кожица. Ярко выраженный запах. Вкус приторно-сладкий. Ну что ж, ребята, приступаем к расследованию, которое назовем «Дело о финиках». Продолжаем осмотр. Внутри плода имеется продолговатая косточка. Вот она. Гладкая, с ложбинкой и с заостренным концом. Итак, финик – плод коричневого цвета. Глянцевый, сладкий, с продолговатой косточкой. Теперь вы узнаете его среди множества сухофруктов. Осталось выяснить, где он растет и, главное, на каком дереве. Узнать это нам поможет программа идентификации. Поехали. Так, не то, не то. Это тоже не то. А, вот это то, что нужно. Итак, финик – плод финиковой пальмы, которая произрастает в тропиках и субтропиках. Впрочем, родиной финиковой пальмы считаются Египет и Палестина. Именно оттуда она проникла в Древнюю Грецию, но долгое время оставалась там редкостью. Именно по этой причине победителям Олимпийских игр вручалась как символ долголетия вот такая пальмовая ветвь. У финиковой пальмы есть и другое имя – феникс. По латыни она так и называется – феникс дактилефера. Почему феникс? Наверное, потому что финиковая пальма – растение-долгожитель. Она может плодоносить два столетия подряд. Из каждой пальмы собирают неплохой урожай – 250 килограммов сладких плодов. Но давайте узнаем подробности её биографии. Имя – пальма. Фамилия – финиковая. Порядок – пальмоцветные. Семейство – пальмы. Рост – 10-20, иногда 50 метров. Длина листа – до 3 метров. Постоянное место жительства – Африка и Евразия. Особые приметы – стройные. Характер – устойчивый, теплолюбивый. Ближайшие родственники – 17 видов пальм. С финиками и финиковой пальмой связано множество удивительных историй. Например, такая. В 4 веке н.э. жил в Египте праведник Ануфрий Великий. Совсем юным удалился он в пустыню, дабы отмаливать у Господа грехи мира. Первые 30 лет питался он тем, что мог найти в пустыне. Затем Бог явил чудо, о котором Ануфрий Великий рассказывал так. Близ пещеры моей я нашел финиковую пальму, имевшую 12 ветвей. Каждая ветвь отдельно от других приносила плоды свои. Одна в один месяц, другая в другой, до тех пор, пока не оканчивались все 12 месяцев. Кроме того, по велению Божию потек близ меня и источник живой воды. Долгих 30 лет праведник питался только одними финиками и водой. Нет на свете иного растения, питаясь плодами которого, можно жить так долго и без всякого вреда для здоровья. Почему? Да потому что в небольшом финике содержится практически все необходимые человеку вещества. Но не только за это мы ценим финиковую пальму. С пальмовыми ветвями в руках встречали Христа жители Иерусалима. Вот с той поры это дерево стало символом мученичества и чистоты. По традиции люди, посетившие святую землю, брали пальмовую ветвь на память об Иисусе Христе, пострадавшем за грехи всего человечества. Со временем этих людей стали называть паломники. Вы вслушайтесь, пальма, паломник. Ну и напоследок маленький секрет. Финики на целых 20% увеличивают работоспособность мозга. Так что съешьте перед экзаменами или ответственной контрольной горсткой фиников, и любая задачка покажется вам пустяком. На этом дело о финиках я объявляю закрытым. Друзья мои, похоже нам понадобится весь наш интеллектуальный багаж. Лиза Сыромятникова подбросила головокружительную загадку. Судите сами. Я нашла две подковы. Большую и маленькую. Если первая лошади, то вторая чья? Пони? Где у нас вещественные доказательства? Вот оно. Дорогие мои, начинается новое расследование, которое мы назовем «Дело о двух подковах». Итак, что мы имеем? Подковы абсолютно одинаковые. Отличаются только размером. Да, большая подкова наверняка принадлежит лошади. А маленькая? Включаем программу идентификации. Не то. Не то. Это тоже не то. Пожалуйста. Наша сверхумная программа утверждает, что маленькая подкова принадлежит жеребенку обычной лошади. Почему не пони? Потому что у этих лошадок очень твердые копыта. Им не требуется лошадиная обувь подковы. Мы привыкли ошибочно относить лошадей и пони к разным видам. На самом деле это не так. Под словом «пони» понимают либо специально выведенные породы маленьких лошадей, либо обыкновенных лошадей, по каким-либо причинам не выросшим выше полутора метров. Кстати говоря, прародитель современной лошади был ростом с лисицу. Запомните, мои уважаемые соратники, лошади и пони принадлежат к одному виду, который называется лошадь домашняя или эквус кабалус. Самое удивительное в лошадях – это копыта. Отталкиваясь имя от земли, лошади развивают скорость выше 60 км в час. А что же такое копыта? Вижу, вы думаете, копыта – это пятка? А вот и нет. Лошадиное копыта – это палец. А роговой слой, который его покрывает, по своему строению напоминает ноготь. Для того, чтобы копыта не разбивались о землю, лошадей и подковывают. Ну, довольно о копытах и подковах. Давайте посмотрим, что мы знаем о лошадях. Имя – лошадь. Фамилия – домашняя. Отряд – непарнокопытные. Семейство – лошадиные. Высота в холке – 150-175 см лошади, 120-150 см пони. Вес – от 400 до 600 кг лошади, от 100 до 200 кг пони. Характер – кроткий, дружелюбный. Особые приметы – любовь к бегу и хороший аппетит. Чем-чем отсутствием аппетита лошади не страдают. На пастбище они съедают от 25 до 100 кг травы и выпивают по 30-60 литров воды в сутки летом и по 20-25 литров зимой. И неудивительно – лошадь безотказный помощник человека. Древние мудрецы шутили – будет лошадь такой же умной, как осел, она бы отказалась от большей части своих обязанностей. Но нет, лошадь упорно продолжает трудиться. Не случайно в христианстве лошадь – символ духа, побеждающего инстинкты плоти, как всадник укращает дикого скакуна. Лошадь – существо очень мирное, но умеет постоять за себя. Столкнувшись с опасностью, лошадь пускает в ход копыта и зубы. Впрочем, при возможности старается просто убежать. По-моему, это говорит о ее разуме. Лошади испокон века использовались в боях. У царя Соломона было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Поэтому неудивительно, что лошади, особенно белые лошади, символизируют победу. Посмотрите на икону святого Георгия Победоносца. Этот небесный воин выседает на белом коне и разит копьем змея. Ну вот и все, что я хотела рассказать вам о лошадях. На этом я объявляю дело о двух подковах закрытым. Вот так незаметно подошло к концу заседание биологического общества нашей Академии занимательных наук. Думаю, мы провели его с толком. И многое узнали про дятла, финиковую пальму и лошадей. Как они живут и чем помогают нам, людям. А перед расставанием хочу процитировать святителя Николая Сербского. Тот, кто разрушит мирные отношения с природой, неминуемо нарушает и добрые взаимоотношения с Богом. Напоминаю, что я жду ваши вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» Анне Семеновне Бабочкиной. С нетерпением жду новой встречи и желаю вам добрых встреч с природой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова